Всем здравствуйте, господа! С вами, как всегда, я, Мегуфифа, и сегодня у нас будет нечто необычное. Это эксперименты в карьере. И это, наверное, будет один из самых сложных экспериментов в карьере для меня, поскольку я уже предвижу, что буду его записывать долго. Наверное, пару-тройку часов. Но это того стоит, поверьте. Из-за старания можно сразу лайкучек влепить, в принципе. Мы посмотрим, сможет ли Реал Мадрид выиграть 7 кубков Лиги Чемпионов подряд. Напомню, у Реала есть рекорд, когда они на стыке 50-х-60-х годов выигрывали 5 кубков Чемпионов подряд. Сегодня мы попытаемся этот рекорд превзойти, но уже в новейшей истории. Поэтому присаживайтесь поудобнее, влепите лайк, наливайте чаек, берите вкусняшки, ну и приятного вам просмотра. Для того, чтобы воплотить наш эксперимент в жизнь, нам понадобится FIFA 19. Сейчас объясню почему. Я немножко решил схитрить, воспользовавшись событиями реальной жизни, но думаю, вы меня поймете. В FIFA 19 же карьера начинается с сезона 18-19, а именно с июля 2018 года у нас тут начинается карьера. К тому времени, в реальной жизни, Мадридский Реал уже выиграл 3 Лиги Чемпионов подряд. Это в 16-е, 17-е, 18-е года. Наша задача выиграть лишь 3 Лиги Чемпионов подряд. Дальше будет сезон 21-22, в котором Реал опять в реальной жизни выиграл Лигу Чемпионов. Вот и весь секрет. 7 ЛЧ подряд получится. Но это надо еще попытаться выиграть 3 раза подряд. Поскольку я сам не буду играть ни одного матча, то ставим ультимейт-сложность. Я решил сделать по-честному. А то сейчас все налетят с криками типа фу, ты одурачил людей, кликбейт на название, фу-фу-фу. На самом деле все гораздо проще. Я сделаю по-честному. Как бы ни играл Реал, я не буду перезапускать сейв и добиваться того, чтобы он неизменно выиграл ЛЧемпионов. Как будет, так и будет. Оля-ля, тут еще старая система бюджета, когда его можно распределять самому. И у нас чуть меньше, чем 200 миллионов на все про все. Туда можно даже 200 влупить и будет нормально. Отлично. Самый хардкор карьеры в том, что я не буду читерить и возвращать Криштиану Роналду сюда. Поэтому все Лиги Чемпионов будем выигрывать без него. Кстати, для тех, кто требовал бы, чтобы я сейчас купил Криштиану, могу заверить. В FIFA 19 эта штука еще работает, что клуб только что приобрел этого игрока и не собирается его продавать. Вот проверяем на Эдре Мелитау, он только что перешел в порту и не хочет вступать в переговоры по его продаже. С Криштиану была бы такая же история. Даже с Мбаппе такая же история, я проглядел этот момент. Ёлы-палы, ну ладно. Ну давайте начнем вот так. Бургермена мы все-таки покупаем в Реал, потому что рейтинг 91, он в самом высоку еще. Надеюсь, что он будет здесь, конечно, лучше, чем в реальной жизни. Я надеюсь, все болельщики Реала сейчас меня простят. Прости меня, родной, любимый Карим! Но надо его сливать. И мы его слили в Тоттенхэм. Поскольку Каримчика мы продали, нам нужен был хороший форвард. И денег пока хватило на, так сказать, инвестиции в будущее. Тимо Вернер. Хотя, учитывая, сколько я потратил на Вернера, нам могло вполне хватить на Ливандовского. Но я что-то испугался и думал, что не хватит. Нам. В смысле? Какого хрена они говорили, что не собираются его даже в аренду отдавать? А тут Бордо на них вышли. Чего? В смысле? Ну, смотрите, написано, клуб не хочет отдавать этого игрока в аренду. И тут же написано, что они приняли предложение от Бордо по аренде. Ой, Порт, утоните в моих глазах сейчас, конечно. Хорошо. Раз вы так, мы сделаем другую инвестицию на позицию центрального защитника на будущее. Матиас Делик присоединяется к мадридскому Реалу. Я готов на такие крайние меры, что даже Венисиус создал в аренду. Потому что нам нужен результат здесь и сейчас. Венисиус третий всего лишь в фашню к команде после Азара и Асенсио. Поэтому раскачивать он особо не будет. А он нам нужен. Через пару лет он может уже растащить всю Элчем. Хе-хе-хе. Вот с этого трансфера я чё-то арнул немножко. Бедный Ювентус. И мы так в серии А достаются по полной программе. То очки снимают, то ещё чё. Сейчас ещё проблемки у них начнут с другого плана. Хе-хе-хе. Итак, первый сезон окончен. Бог с ним, что мы выиграли Ла Лигу с огромным отрывом. Неважно. Господа, мы сделали это! Первая Лига Чемпионов на базу. Сюда. Причём сумасшедшая какая-то жеребьёвка была, честно скажу. Нам выдавали жёстких соперников. Мы кое-как прошли Баварию 3-2 в 1-8. В четвертьфинале нам попалась Барса. Мы её 3-2 в общем счётном прошли. В полуфинале достался МЮ. Как они вообще дошли до полуфинала? Ну-ка, мне даже стало интересно немножко. Прошли Леон 3-1. Ну это изи. Размазали по стенке Валенчи 0-5. Ну понятно. На Лакичах вообще залетели. Мы обыграли МЮ в полуфинале 3-1. Вышли на финал к Наполи. И выиграли их 2-1. Причём Наполи тоже интересно. Они в полуфинале взёрнули кое-как по пенальти. ПСЖ, потом Ливерпуль прошли 4-3. Но тоже не без труда. И прошли по голам за счёт чужого поля Сити в 1-8. Нихрена себе. Но Реал. Короли Лиги Чемпионов. На базу ЛЧ. Четвёртая подряд, между прочим. Ещё 2 осталось, как минимум. Сюда. Бабосики к папочке. Как говорится, бабосы боссом. 350 лямов. Мы сейчас усилимся, что нас вообще никто взять не сможет. Бабосы босса. Иди сюда, ты мой родной. Я хоть его в реальной жизни очень не люблю и не понимаю, зачем он нужен Реалу. Но поскольку Мбаппе вчера сам сказал, что уже точно проводит последний сон за ПСЖ, мы все знаем, куда он идёт. Мы решили этот процесс ускорить. Киля на базу. Просто посмотрите на этот бюджет. Мы купили Мбаппе и до сих пор можем купить абсолютно любого футболиста в мире. И никаких шейхов. Вот они проблемы богатых. Денег до хренища. А тратить некуда. У нас все лучшие игроки уже в клубе. Даже те, кто из аренд вернулись. Они охранительные. Типа Хамеса Родригеса. Я молчу про Иска, который там за сезон плюс два дал. Он уже девяносто первый. Иска девяносто первый. Вдумайтесь в это. Единственное, кого здесь можно купить. Я не знаю. Канте, Дебрюйн и Пагба. И то, зачем они нам? У нас по рейтингу такие же полузащитники в центре. И даже вот сейчас Модрич, Кросса, медленно пойдут на спад. У нас есть нормальные замены вот в виде Хамеса и Иска. Единственная проблема. Надо следить за отступными. Потому что вот беда пришла откуда не ждали. За Карвахаля выплатили отступные Атлетика Мадрид, и надо теперь с ним переподписывать контракт. Единственное усиление, которое я сейчас хотел сделать Диме трансферное окно, это провернуть интересный обменчик. Забрать себе Мухаммеда Салаха, а в обратную сторону в Ливерпуль уезжает Гаррет Бэйл. Потому что Бэйл уже тридцатник, он уже не молодеет. Рейтинг потихонечку падает вниз. Ну и мы на пару-тройку лет так омолодили нашу позицию правого вингера. Я бы мог, конечно, Харри Кейна купить. Но, извините, без трофейник нам не нужен. Хоть даже у него девяносто второй рейтинг. Сейчас его Кельян через сезончик-другой обгонит спокойно. И, кстати, я изначально планировал купить себе Ливандовского. Я уже об этом говорил. Но, видите, он тоже рейтинг уже вниз немножечко пошел. Уже тоже годики делают свое черное дело. Простите, это мой косяк. У меня жестко мискрикнул Джостика. И я вместо того, чтобы отклонить предложение, его подтвердил. И было уже поздно. Поэтому Васкис уезжает в Барселону. Итак, второй сезон подошел к концу. Мы опять с огромным отрывом выиграли Ла Лигу. Причем второй стала Валентия. Барса только четвертая. В тот раз Барса третьими были после Атлетика Мадрид. Но нам главное другое. Я специально, пока проматывался сезон сейчас, не смотрел, до какой стадии мы залезли в Лиге Чемпионов. В тот раз просто я все-таки просполерил сам себе. Я увидел, что мы до финала дошли. А с каким результатом не видел. Сейчас полная неизвестность даже для меня. Ну неееееет. Какая нахрен Барселона в финале с Дортмундом? Я прям боялся, что в этом сезоне что-то может пойти не так, и мы не выиграем Лигу Чемпионов. Но было бы, конечно, еще обиднее, если бы мы в последнем третьем сезоне не выиграли бы. После двух вот сейчас, если бы выиграли. Где мы остановились? Нас Лацо вздернул 1-2! Как? Что за проклятие-то? Вы помните, в те времена Реал отлетал от Аякса, если что? Причем, когда только симуляция началась, я видел, что мы в одной восьмой финала против Лацо. И я такой сижу, думаю, ай, нормально, Лацо, наконец-то с жеребьевочкой повезло. Класс, вообще, без проблем сейчас разнесем их. Ну да, ну да, ну да, ну да. Кошмар. Но, как я уже говорил, я за честность, поэтому вы видели этот проигрыш в Лиге Чемпионов от Лацо. От Лацо до сих пор принять это не могу. Поэтому идем к третьему сезону. У нас 400 миллионов евро на сезон. А тратить их практически некуда. Вот говорю, максимум мы можем сейчас купить, ну, какого-нибудь ЛЗшника покрепче, потому что Марсело сейчас вниз по рейтингу пойдет. Погбу или Дебрюйна зацементирует центр поля, потому что там Тони Кроссура тоже вниз поехал чуть-чуть. Ну, к чести Лацо стоит отметить, что они вроде как, я не особо запомнил, они что ли до полуфинала Лиги Чемпионов заползли после этого, да? Но выглядит это все как какая-то чистая случайность, правда? Потому что, ну, простите меня, 1-2 всего лишь слили Лацо. Всего лишь. То есть один мячик нас отделил от прохода дальше. Ну, Кросс, кстати, пополз вниз, но ему только тридцатник. Хотя Гаррет Бэйл к вот этим же 30 годам уже минус там 2, что ли, потерял в рейтинге. Единственная проблема с Дебрюйной, он тоже уже не супер молод. Ему тут уже 29, но рейтинг 92. Это абсолютно лучший центральный полузащитник мира. Погба на 2 года помоложе, ну и на 2 рейтинга пониже. Прости, Марсел, ничего личного, но твой фланг тоже надо омолотить. Дэви Талаба присоединяется к Мадридскому Реалу тоже на парочку лет пораньше, чем в реальной жизни, и он уже встает в старт. Потому что он на 4 года младше Марселла, и на 1 рейтинг уже повыше. Ну давайте, чтобы уж наверняка выиграть хотя бы эту последнюю лигу чемпионов, подписываем этого рыжего-бестыжего из Сити. Зря я, наверное, это сделал. Ну ладно, Эдегара отдали в аренду, хотя у нас на подмену Салаху как таковых нормальных вариантов нет. Может только Иска сможет встать на правого вингера, если что, подстраховать, если совсем беда будет с Салахом. Потому что так у нас номинальных ПФАшников вроде в команде и не осталось теперь. Вот это тоже смех, если честно. Атлетико Мадрид хотят купить Рамоса. Видимо, чтобы минимизировать риски повторных голов от него в их ворота. Но он, кстати, уже повторил этот гол как раз в их ворота. У меня в карьере зарял Фифе 16. Подача, удар! СЕРГИО РАМОС! Сейчас наконец-то СЕРГИО РАМОС совсем уже приспустился, 85-й рейтинг, мог поиграть в основе, но я думаю давайте Деликту больше шансов дадим, ну иначе тоже тем самым немножечко попустим. Ну вот что мешало вам так в прошлом сезоне Лиги Чемпионов сыграть? Объясните мне, мы сейчас два раза, за сколько, за неделю наверное попустили Атлетика Мадрид по 0-3. Сначала в Суперкубке Испании, сейчас в Суперкубке УЕФА вроде как. А нет, это был тоже Суперкубок Испании, ну не важно, в любом случае попустили Атлетика Мадрид 6-0 за два матча, что мешало вот так же играть против Лацио? Они в автобусе что ли закрылись, и мы вскрыть их не смогли. Куда лезем Сити, ёлки-палки? Я кстати думал, что Карвахаль это может быть наша самая слабая зона в этом составе, но посмотрите, 87-й рейтинг очень хорошо и достойный, и даже менять не надо. Вот он, гений тактики. Челси в последние часы трансферного окна решили выплатить из Супны за Сибалюс, я его решил отдать, потому что думаю он рейтингом низок, у нас на ЦПшниках вообще перебор по игрокам, поэтому думаю, ну пусть валит. По итогу не достигли соглашения по условиям. Во, это гений тренерский. Поскольку осталось промотать всего полсезона, настолько похрену на то, что кто-то там уйдет, что я продлил контракты с теми, у кого они истекали, это Ковачи, Слюренте и Азар, но при этом продлил их даже с отступными, которые они предлагали. Думаю, плевать, уйдут и уйдут, неважно. Ну, Азар единственный из этих трех не просил отступные, и за это ему спасибо. Ха, прям вишенка на тортике, слушайте, нормально, пойдет. Ну вот об этом я и говорил, уже к середине сезона Серега Рама стал 84-м, как и Деликт, но Деликт, я думаю, что из того, что он играет в основе, уже прокачался. Ну, собственно, так и есть, 85-й Деликт, все нормально. Поздновато, правда, эта смена поколений прошла, я думал, уже к нашему третьему сезону Деликт там под 90 будет. Слушайте, ну у меня маленькие сомнения по поводу того, что мы сможем ЛЧ в этом сезоне выиграть, потому что если до этого мы два сезона в Ла Лиге просто все, что движется, то сейчас нет. Нет, непобедимый Атлетика Мадрид, пока первый, мы, правда, в одном очке, и пока что только мы вдвоем будем разыгрывать чемпионство, хотя только середина сезона. Ну, если это секретная тактика Реала, что типа особо не напрягаться в Ла Лиге после двух подряд трофеев ради Лиги Чемпионов, то в принципе нормально. И, кстати, мы прям полное совпадение сделали, как раз в конце 20-го года, ну когда доигрывался сезон 19-20, Реал взял как раз Ла Лигу. У нас настолько нет проблем с ПЗшником, что посмотрите, Карвахаль 8,7 рейтинг, и даже несмотря на то, что ему 29, сейчас уже в принципе на спад пойдет, у нас есть запасной вариант в виде Адриасолы, который его на 4 года младше и имеет 8,6 рейтинг, прям за ним идет хвостиком. Сити конкретно так Реал покоя не дает, да, они уже, по-моему, половину состава у нас хотели выкупить. Там и Кросс попадал под раздачу, и кто только не попадал, Варан тот же, теперь даже Начо хотят забрать. Смотрю на Вернера и думаю, может быть, немножко я обкакался с трансфером, что засал купить Ливандовского, ну, денег тогда не хватало, я забыл, что нам перевели тут же после продажи Карима, и я мог, наверное, позволить себе Ливандовского. Но, с другой стороны, Вернер был такой переходной ступенью к Мбаппе, раз Мбаппе мы не могли целый сезон купить. С другой стороны, можно было попробовать оставить Каримчика, но и в то же время на Вернера надежды были, что он раскачается. Ну, всего лишь плюс 3 за 3 сезона, это так себе. Ну и посмотрите, как я эту игру чувствую. А, я говорил, что я не собираюсь без трофейного Кейна покупать, даже несмотря на его молодость и рейтинг 92. Я был уверен, что Кельян догонит его. Пожалуйста. Итак, последний третий сезон закончился. Мы, как обычно, отымели все, что движется в Ла Лиге. С неплохим таким отрымом 8 очков от Атлетика Мадрид, с которым мы боролись после первой половины. Наконец-то, кстати, Кубок Испании выиграли, потому что мы не могли его выиграть 2 сезона. Ну и нас нет даже в финале Лиги Чемпионов. Выиграл Ювентус в финале у Интера. Мы отлетели в четвертьфинале от Манчестер Сити со счетом 2-3. Попутно, пройдя Ливерпуль 5-1. Я вот, кстати, видел это своими глазами. Я решил, думаю, ну дай посмотрю симуляцию сам. Поскольку в тот раз, когда я смотрел ее, мы выиграли Лигу Чемпионов. Когда не смотрел, не выиграли. Думал, ну давайте, посмотрю сам, вдруг принесет удачу. И был немножечко в сомнениях по поводу того, насколько Ливерпуль у нас вызовет сложности. Как оказалось, не вызвал. Дома магия Барнабеу сработала просто изумительно. Если мы на Энфилде 1-1 сыграли, то на Барнабеу 4-0 уничтожили Ливерпуль. Попались на Сити, и он нас вынес 2-3. Причем опять проигрываем с разницы в один мяч. Играя домашний ответный матч 1-1. Ну проклятие какое-то, я не знаю прям даже. Состав на финал нашего эксперимента вот такой. Азар уже потихоньку падает в рейтинге. Возраст тут, к сожалению, рано в рейтинге падать начинают. После 30 даже. Но, наверное, лучшее нападение Мира сейчас. Может только Неймар поспорить с этим утверждением. Полузащита точно лучше. Это совершенно. Это даже не спорьте. Оборона тоже близка к идеалу. Луки-то уже 84-й, к сожалению. Кросс еще держит достойные позиции. А Сенсио до 90-го докачался. То есть можно было даже вот так сделать. И особо, надеюсь, ничего не поменялось бы. Хотя Азар до хрена забивал. Марселу уже 84-й. Я предугадал его быстрое падение. Поэтому Аллу бы купил своевременно. Рамос, к сожалению, уже 83-й. Вернер. Звезд неба не хватал за тот сезон, что ему давали в основе. Навас. Ну, тоже 34 года. Поэтому немножко падает в рейтинге. Льюренто прокачался. Но до основы, сами понимаете, далеко. Начо хорош. Ковачич прокачался до 88-го. Себалюс. Я не сильно в него верил. Но 85-й. И Адриазола в 87-й. То есть можно было даже сделать его так. И тоже мы особо, наверное, не потеряли бы ничего. Но тут вопрос опыта. Укроваха ли этого Лига Чемпионского опыта выше крыши? Ну что. Вот такой вот эксперимент получился. К сожалению, мы выполнили свою задачу лишь на треть. Мы сумели выиграть лишь одну Лигу Чемпионов из трех. Но, я говорил, я за честность. Поэтому ничего не проматывал. Сейвы не перезапускал. Во имя того, чтобы Реал выиграл. Лигу Чемпионов. Нет. Как есть, так есть. Выиграли лишь одну. И причем самое интересное. Мы выиграли ее, ну, как бы сказать, самым слабым составом, который у нас был из этих трех сезонов. Потому что, мне кажется, сейчас наимощнейший за три сезона. Неужели все-таки, правда, бабки в футбол не играются? Мы, кстати, можем это проверить за PSG. Купив наилучших игроков и постараться выиграть Лигу Чемпионов. Если вы хотите подобный эксперимент, то напишите об этом в комментариях. Ну, и не забывайте прожать лайк. На этом все. Два часа я записывал этот эксперимент. Давненько такого не было. Потому что я даже карьеры с трансферным окном записывал в свое время максимум, по-моему, часа полтора. Здесь два, даже с лишним. Там, два десять. Неважно. В общем, жестко очень, долго, тяжело. Поэтому вы за такие старания должны поставить лайк и подписаться на канал. Ну, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И переходить по моим соцсетям по ссылкам в описании. Там новая беседа ВКонтакте, в которую я, наконец-то, завез правила для комфортного пребывания там. Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все есть внизу в описании. С вами был, как всегда, Мигу Фифа. До встречи в новых видео. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok